Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Курочкин, я представляю интернет-магазин Call of Hunt. Сегодня в своем видеоролике я хотел бы вам рассказать, как настраивать манок на белолобого гуся, именно короткоязычковый манок. Это видео в большей степени будет посвящено тем людям, продвинутым, так сказать, пользователям, которые уже умеют получать нужный звук из манка, обращаться с манком. Но вот много вопросов поступает и в адрес магазина на электронную почту, и мне к моим видеозаписям на моем канале YouTube Дмитрий Курочкин. Там народ интересуется, как же все же настраивать. И много на форумах идет полемия к этому вопросу, именно по настройке манка. Сегодня я вам покажу на примере короткоязычкового манка из полиуретана, манок Райслен Кастом Колс. Такой вот маночек. Внутренности у него. Манок настроен, я в него не лез. Вот он как пришел в магазин от Билла Дэнилса, Джеймса Майерса, в Россию к нам. Так вот он и есть, так вот он и звучит. Ну, в принципе, он нормально звучит, на мой вкус. Опять же, все вкусы разные. Поэтому тем, к кому манок приходит, тот, кто заказывает манок, неважно, из полиуретана, из акрила манок, из дерева, в принципе, не имеет даже разницы, чей этот манок. Райслен Кастом Колс, Рэд Бон, БГ-01, РС-30. Хотя, вот я сейчас назвал эти, перечислил все манки и еще много короткоязычков, которых не назвал. Ну вот, пример я буду приводить и показывать настройку именно для этого манка. Этот манок сам по себе позволяет получить большой спектр настроек. То есть, можно сделать более низкую настройку, можно сделать более высокую настройку звучания этого манка. Но я конкретно покажу на манке Райслен Кастом Колс. Не факт, что это будет работать на других манках, но по сути короткоязычковый, короткоязычковый манок, суть ясна. Итак, вот приступим. Берем, значит, манок. Все умеют, все смотрели обучающее видео, стандартное, которое идет к манку, как его разбирать, как собирать. Манок разбирается. У меня сейчас здесь нету столика, нету инструмента с собой. Должна быть палочка, которую мы вставляем, придерживая внутренности, легенький удар по твердой поверхности. У нас внутренности вышли. Сейчас я его вытащу руками, пальцами. Вот, значит, разобрали. Вообще правильно так разбирать, как я вам показал, с помощью палочки. Но если под рукой нет палочки, случилось вдруг на охоте, нужно настроить, как правило, когда работаешь с манком, это и необходимо. Нету палочек под рукой. Вытащили, взяли аккуратно двумя пальцами манок, правой рукой взяли за горн манка, левой рукой за звуковой узел. И аккуратным движением вытягивая одновременно и как бы выкручивая. Но, опять же, повторюсь, правильно разбирать с помощью палочки. Тогда никаких проблем не может быть. Тогда с тоновой доской 100% ничего не случится. Значит, вытащили, разделили на две части. Я советую и рекомендую вам проверять положение язычка, как на утином манке. Как он лежит на тоновой доске, в какую сторону гнется. Для этого нам надо просто взять язычок и поставить его на ровную поверхность. И сверху указателем пальцев надавить на него и посмотреть, в какую сторону будет загиб. Так как у меня здесь, опять же, повторюсь, нету поверхности и в полевых условиях у вас их тоже не будет, ровной поверхности. Поэтому зажмите между двумя пальцами его и сжимайте. Смотрите, в какую сторону идет изгиб. Для контроля переверните его в обратную сторону, поверните по-всякому. Главное, чтобы проверить, что изгиб действительно в ту сторону. Потому что при желании его можно и в обратную сторону загнуть. Но физические свойства мейлара, вот как он гнется, так вот он и должен гнуться. Значит, ставим мы его как наутиный монок с подрывом наверх. Тоновая доска внизу у нас. Вот она лежит, тоновая доска. Язычок здесь, он должен у нас загибаться наверх. Это одна из важных особенностей настроек. Я считаю, потому что я много настраиваю монок. Свой не раз в день настраиваю. И люди просят настраивать монок. То есть, по сути, я сейчас расскажу, как я делаю. Вот, значит, проверили положение язычка. Тоновую доску мы не точим. Здесь доска уже в каждом монке, который приходит Ryson Custom Cost, она уже настроена, настроена по предпочтению именно мастера Билла Дэйнилса или Джеймса Майерса. Кто настраивал, они, как правило, вместе их настраивают. Товарищи, друзья приходят. Но суть именно в том, что доска приходит уже настроена. Не пытайтесь лезть. Еще раз говорю, прям заостряю внимание на этом. Не лезьте в тоновую доску. Вот как она пришла, так она и должна быть. То есть, она уже настроена. Итак, что касается самой настройки монка. Значит, вот мы положили язычок на тоновую доску. Те, кто разбирал, уже пользователи опытные, знают, в чем дело и как. Тоновая доска имеет у нас внутренний канал. Значит, этот канал прикрываем язычком. Прикрываем. Здесь на камере, в принципе, не будет видно, как я точно настраиваю. Но я вам попытаюсь донести именно эту настройку на словах. Чтобы вы могли взять и, по моим словам, это настроить. Значит, тоновая доска имеет канал. Этот канал мы должны прикрыть язычком. Прикрыть так, чтобы язычок у нас стоял именно на границе окончания этого канала тоновой доски. То есть, вот он, по сути, мы смотрим сверху, смотрим на язычок. У нас не просвечивается сейчас канал. Чуть-чуть язычок сдвинули, оп, увидели щель именно этой выемки канала. То есть, опять надвинули. У нас он должен стоять заподлицо. То есть, он не закрывает, не внахлёст и не открывает этот канал. То есть, вот он стоит, грубо говоря, прямо вот заподлицо. Мы его зафиксировали, этот язычок, визуально. То, что он у нас правильно стоит. Взяли большим и указательным пальцем перехватили этот язычок. Положили на него пробочку. Пробочка у нас имеет кленовидную форму. Её только в одном положении можно положить, чтобы вставить в горн манка. Ещё раз проверили, сверили. Так, у нас язычок лежит правильно. Теперь, расстояние от края язычка до края пробки. Вот в данном случае у меня сейчас расстояние примерно где-то сантиметр и 2-3 миллиметра. Вот нет линейки под рукой. Я попытаюсь показать в камеру, может быть будет видно. Вот так вот лежит. Можно его отодвинуть. Опять, это уже другой вид настройки. Я показываю, как стандартно должен быть настроен манок. И как он приходит именно настроенным. В таком вот положении. Значит, взяли, опять же, двумя пальцами. Теперь зажали клинышек. Язычок у нас правильно лежит. Тонная доска. Всё, как положено, вставили. Пока он свободно вставляется, вставили. Отпустили. Опять двумя пальцами взяли. Большим пальцем поджали клинышек. Так, чтобы он не сдвинулся в момент вставки в гор. И с небольшим усилием, опять с закручивающим движением, мы вставили его. Всё. Манок собран. Манок собран. И собран так, как вот он приходит. Как меня учил Билл. Меня Джеймс учил. В принципе, вот это рабочее должно быть положение. Манок собран. 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 монок позволяет нам вот эта настройка которая сейчас показал она позволяет получить и низы сочные довольно и чистые верха вот это вот самая стандартная настройка то есть вот как я вам сейчас рассказал примерное расстояние как язычок у нас лежит дальше у нас идет совсем другая настройка если мы хотим получить от манка больше низов больше низких звуков многие новички кто покупает впервые монок они просят сделайте мне пониже попроще настройку попроще настройка она может быть настроена двумя способами то есть мы я не буду сейчас пока разбирать на данном моменте просто словами вам сейчас расскажу у нас вот как сейчас я настроил до этого монок при той же самым при том же самом положении язычка на тоновой доске но мы уже клинышек сдвигаем больше то есть мы оставляем больше рабочей площади язычку у нас сейчас где-то я здесь сказал сантиметр 3 миллиметра но реально у меня нету просто здесь под рукой линейки замерить все это дело не могу ну вот теоретически примерно вот где-то чуть больше сантиметра если мы хотим получить больше низких звуков мы сейчас разбираем аккуратно монок при этом ничего не меняя и аккуратно сдвигаем пробку при вот она чувствуется как уходит все она ушла за закручиваем обратно закрутили ну вот по сути он стал намного ниже звучать это вот одна из низких настройках ее можно получить положение язычка заподлицо границы тонового канала в доске но пробка у нас уже смещена больше где-то в районе рабочая поверхность язычка у нас здесь вот в камеру поближе будет видно чуть больше чем было раньше не могу опять же без линейки сказать здесь примерно где-то вот сантиметр ну полутора но не полу не полтора сантиметра чуть больше итак у нас есть стандартная настройка как манки приходит в большинстве случаев они так вот и звучат и не требуют настройки раз уж есть желание есть какой-то опыт влезли в манок собрали не звучит начинает точить доски ничего не точить его настроить нужно правильно одна из низких настроек сейчас я вам показал вторая низкая настройка опять же получается мы язычок относительно тоновой доски смещаем но не намного где-то на миллиметр может быть максимум на полтора два миллиметра мы должны сделать нахлёст на границу пропила тоновой доски опять же можно подразбить на два подвида то есть в стандартном положении клинушка рабочая поверхность где-то сантиметров два миллиметра язычка и как я сейчас делал с одвинутым точно также можно сделать вот мы сейчас разбираем полностью манок опять же нужна палочка для разборки манка разобрали язычок проверять положение не будем потому что мы знаем что он правильно лежит делаем нахлёст за границу канала тоновой доски вот он у нас я сейчас визуально смотрю когда он виден канал оп не виден проверяю на границе захлёст сделал зажал большим указательным пальцем поставил клинышек взял это все вместе чтобы не сбилось ничего вставил и опустил засунул побольше туда опять коснусь положение пробки относительно язычка у нас сейчас она лежит стандартном положении но при этом все равно мы чувствуем что монок я вот чувствую в данном моменте что монок играет более низко но и верха у него в любом случае будет чистый именно верха сейчас показал то что они вытягивают прям все весь уровень весь звуковой диапазон который необходим и так это была у нас вторая настройка монка в низком диапазоне звучание ну чтоб больше низов было не могу сейчас прям вот записал решил записать сходу много вопросов не писал них текст ничего привод как есть так и сделал значит следующий вариант настройки чтобы монок звучал ниже опять разбираем монок вынимаем звуковой узел проверяем нахлёст что у нас он где-то в районе двух миллиметров за канал отодвигаем пробку чуть больше чем 1 и 2 1 сантиметр миллиметр закрываем вставляем проверили не со всей силы туда вот проверили у нас сейчас момент настройки идет когда момент настройки закончится мы конечно с усилием его туда вставим но не с таким сильным что прям поломать это все дело вот не до дури просто вставили все понимаешь что он уже на охоте к не выпадет не потеряется вот я сейчас настроил его очень низко при этом мы теряем чистоту верхних звуков она есть но мы ее немножко все все же теряем вот я вам сейчас основные критерии рассказал настройки вот будете сами настраивать настройки как я вам сказал а потом просто поиграйтесь в настройках до двух миллиметров примеру нахлёст найдите свое рабочее положение у меня много спрашивают монок хочу с охотничьей настройки монок со спортивной настройкой каждая настройка это личная настройка у меня монок может звучать отдельно по одному возьму один монок у меня по одному будет звучать а вот я сделать двойной тройной клик клакинг немножко скрэйдж вот просто именно показать то что монки настроены могут все по-разному это уже зависит того какой монок вам придет в любом случае он придет настроенный и не нужно будет никаких манипуляций с ним делать кроме как просто помыть под водичкой если он там сильно немного попадет а если вы захотите вот посмотрите видео сделайте так как я вам сказал если что-то не понравится это не значит что что вот прям ограничиться тем что я вам сейчас говорю попробуйте поиграться между то есть я вам сказал программу минимум показал насколько он может быть высоко сделан звук если мы уберем язычок за границу тонового канал у нас не будет звучать вот он правильное положение это вот на границе если мы хотим более низкие мы делаем нахлёст за границу выреза в канале если мы сделаем больше нахлёст и отодвинем пробку дальше рабочая площадь из очка увеличится у нас будет звук похож на серого гуся на гуменнику ближе такой и у нас не будет песклявого звонкого голосистого белолобика просто вот то что я вам сейчас рассказал настраивать в этих диапазонах попробуйте может кому-то подойдет ну как я сказал может кому-то то как он настроен изначально но в любом случае если вы влезли в монок это видео я думаю вам поможет разобраться опять час я настроил сделал нахлёст отодвинул пробку то есть у нас получилось вот грань канала язычок в нахлёсте пробка стоит далеко рабочее нормальное положение это заподлицо вот с этим каналом язычок здесь небольшое расстояние 1 сантиметра 2 миллиметра пробка здесь вот это рабочее положение если попытаюсь сделать опять настройку вернуть обратно все правильно у нас лежит выставляем заподлицо каналу пробка где-то на сантиметр 2 миллиметра здесь на этом язычке нет никаких контрольных линий стандартно манок приходит от белла он уже настроен не требует никакой настройки у него есть черта фломастера на манке по какой он его выставил то есть в том положении в котором он звучит этот манок опять же это черта вот чтобы проще было настроить вам его если вы его разобрали а дальше уже все от вас зависит насколько вы будете делать нахлёст ну вот в принципе и все наверное что касается настройки опять повторюсь настраивал манок из полиуретана райском кастом коллс вот манок идеально для охоты поддается настройки во всех диапазонах можно сейчас прям взять настроить мало как ритм из дерева есть акриловые дух язычковый манок требует немного другой настройки я ее коснусь немножко позже ну вот сейчас сезон уже на носу сегодня у нас 4 апреля вот народ спрашивает ответ я сделал если будут какие-то вопросы пишите в комментариях есть электронная почта моя можно выйти через магазин на меня узнать мой телефон поговорить лично если какие-то вопросы возникнут ну в принципе думаю все осветил если что-то не осветил забыл пишите освещу спасибо за внимание грида новости друзья тебя зовут собой на перевал а где-то что-то делико